Нижегородский стадион – настоящий металлический гигант. Строители закончили монтаж 10 тысяч тонн конструкции. Эта цифра не может не впечатлять. А вот временные опоры, которые поддерживали крышу, уже разобраны. Теперь кольцо держит само себя. Можем сколько угодно говорить о том, как выполняется программа подготовки к чемпионату, от тренировочных площадок до железнодорожного вокзала. Но в основном все будут видеть поле. И, конечно, от того, какое качество поля, зависит многое. Думал, что сегодня еще застану одну конструкцию, потому что временную видел по графику, что сегодня она еще должна стоять. Приехал, они говорят, что выходные уже сняли. Поэтому он вывозит сейчас отсюда весь металл. И начнется подготовка поля, отсыпка. Первому мая мы должны все отдать уже тем, кто будет заниматься газоном в полном объеме. Действительно, совсем скоро объемные опоры вывезут с будущего поля и начнут задумываться о его озеленении. Задача эта не из простых, ведь комитет ФИФА специально проверяет, чтобы футбольное поле соответствовало всем стандартам. Мы с мая начинаем уже подготовительные мероприятия. Будем работать над инфраструктурой подогрева поля. Потом будем уже работать над пирогом поле. Соответственно, уже планируем в июле начать засевать, смотреть. И, наверное, первые результаты мы получим в конце августа, в начале сентября. С начала апреля и до конца июня планируется окраска стадиона. Строители обещают, сделают все возможное, чтобы не перекрасить вместе со стадионом всю ближайшую территорию. По этой причине работы будут вестись только в ночное время и с использованием защитных ограждений. Мы подготовительные работы начнем в апреле. И покрасочные работы будут производиться вплоть до июня месяца. Как это будет выглядеть? Ну, как это выглядит обычно на обычных стройках? Значит, мы будем использовать ограждающие конструкции в виде фасадной сетки. Ну и, соответственно, большим количеством бригад будем производить окрасочные работы методом распыления и нанесения лакокрасочных материалов. В особо ветреную погоду, конечно же, распылять краску мы не будем. Будем переходить на кисточку валик. Нижегородцев такие сложности не пугают. Все понимают, что стадион городу нужен, ведь пригодится и им самим, и будущим поколениям. Все отлично будет. Еще бы была футбольная команда Нижний Новгород, вообще будет всегда. А вот вы сами планируете ходить на матч? Конечно. А после будете посещать? Если там будет что-то интересное, буду. Ну, чтобы молодежь была заинтересована. Не курили, наркотики не употребляли, не пили. Лучше стадион, чем шляться где-то. Кроме стадиона, параллельно готовятся еще около 50 различных объектов и инфраструктуры. Словом, город живет в предвкушении главного футбольного события.